Привет, дорогие сплетники! Добро пожаловать обратно на новый канал! Меня зовут Антон Эсс, на этом канале я выпью очень много кофе, а еще мы очень много сплетничаем. Спасибо огромное нашему постоянному спонсору кофе Тартухи. 100% арабика напрямую из Италии. Тот самый кофе, который будет мне каждое утро. Спасибо еще раз Тартухи за настолько роскошнейший набор продуктов. Спасибо еще раз за поддержку нашего сплетнического комьюнити, ребят. Кто хочет закупиться роскошным кофе, по первой ссылочке в описании. После моего вчерашнего заявления на этом канале, что у нас сейчас проблемы с монетизацией на канале. На самом деле, это третья волна желтых знаков демонетизации на этом канале. Через такое мы проходили вот в течение этих двух лет три раза. Меня стали обвинять, что ты ноешь, деньги у тебя есть, у тебя есть спонсоры, не надо, пожалуйста, давить на жалость. Ребят, я не прошу донаты, я не прошу никакие деньги, я не прошу никакой финансовой поддержки. Все, что я говорю сейчас, вот у нас идет период желтых знаков демонетизации. Это вроде как на Ютубе теневой бан. Ну, не теневой бан, это когда у тебя вроде как твой контент под вопросом для рекламодателей. И потом модераторы начинают смотреть, правда или нет. Всегда возвращают зеленый знак монетизации спустя 3-4 дня, когда это уже не актуально, потому что видео у нас актуально только в течение первых суток. Поэтому, когда я прошу, ребят, все, что можете, если можете, если вам не жалко, поставьте лайк и подпишитесь на канал, потому что когда идет желтый знак демонетизации, видео не рекомендуется и канал находится в такой небольшой стагнации. Все, что прошу, это лайк под видео и, пожалуйста, подписка. Мне не нужно ни доната, мне не нужна финансовая помощь. Я вас просто прошу, пожалуйста, поддержите канал. И нас, которые работают сейчас, считай, за спасибо, пальцем вверх. Это вам не стоит ничего, а каналу это действительно поможет. И еще раз хочу напомнить, на моем основном канале вышел влог. Каждое воскресенье на моем основном канале выходит влог о моей жизни. Кому интересно, по этой ссылочке можете пройти и посмотреть. Может быть, тоже найдете для себя что-то интересное о моей жизни в отрыве от сплетен и новостей. Все, закончили с рутиной, давайте сплетничать. Господи, боже мой, значит, дочь Тимати подписала контракт с агентством. И теперь Алиса, это его дочь, будет моделью. Прежде чем обсудим эту новость, давайте сразу договоримся о двух вещах. Давайте сразу отбросим те самые условности, когда речь идет о том, что о детях плохо говорить нельзя. Это публичный человек, публичного папы. И папа публично этого ребенка везде толкает. То есть здесь нет никакого секрета. Мы можем это обсуждать. И второе, внешность. Если мы здесь говорим про модель, модель в первую и в единственную, как можно оценить в принципе модель, это ее внешность. Вот ты смотришь на очередного ребенка звездного папы. Глазки в кучку, но волосенки жиденькие. Красоты неимоверные я не вижу. Немножко устал от каждого ребенка. Казистый, неказистый, неважно. Каждого толкают в модельный бизнес, в певческий бизнес, в танцевальный бизнес, в дизайнерский бизнес. Неужели вот ничего другого нельзя придумать? Это одно. А второе, вот в нашем прошлом видео говорили про Яну Рудковского и ее сына. Мы говорим про это самое видео, по этой ссылочке можете пройти и посмотреть. Я понимаю, что хочется монетизировать, наверное, и детство девочки. И дать ей шанс, вот этот вот толчок в жизни, чтобы она красиво полетела. Ну черт возьми, ребят, у вас есть бабки, дайте вы своим детям отдохнуть. Вот они еще поработают, они еще успеют хлебнуть своей части такой серьезной реальности. Дайте детям их детство немножко. Какая из нее модель? Вот смотришь, ну ни о чем мимо. Единственное, какой это интерес, возможно, к этому ребенку, это только в контексте того, что папа Тимати и мама модель. Но опять же, насколько сам папа и мама модель интересны, это вообще огромнейший вопрос. Но в любом случае, будем внимательно наблюдать за моделью карьеры девочки Алисы. Знаете, кринж. Такой же кринж, как следующая новость, да? Калашникова снова станет мамой. Анна Калашникова. Это самый большой, наверное, знаете, даже не аферист, а безобидный аферист. Это женщина, которая изо всех сил пытается доказать всему миру, что у нее жизнь удалась. Что у нее есть огромные деньги, что у нее есть возможности, что она живет. Ну просто уровень жизни светской львицы, которая из Парижа в Мюнхен, из Мюнхена в Нью-Йорк. И все это в стиле арт-деко. И все это, знаете, тремся локоточками сильными мира сего. И вот эта клоунесса теперь. Помните то самое видео по этой ссылочке, можете пройти и посмотреть, когда она у Воронцовой приехала в дом, в серьезный дом на Рублевском шоссе. И стала выдавать этот дом за собственный. Я разрываюсь между клубничными грядками и хамамом. Цирк. Самый настоящий цирк. Вот так теряют, во-первых, серьезных друзей, но вопрос не про это. Значит, Анна Калашникова и Иван Семенов, это миллиардер, который... Ну она утверждает, это IT-миллиардер. Или там банкир, я же запутался в ее историях. Внашивает дочь им, или, ну не знаю, ребенка, по крайней мере. Суррогатная мать. Возлюбленные хотят общих троих детей. Цитата. У меня боясь того, что плотный график и нервная работа не позволят мне нормально выносить малыша. Поэтому мы нашли суррогатную мать и прошли необходимые процедуры. Сейчас ждем рождения малыша. Процедура дорогая, больше миллиона рублей. Мы заплатили только суррогатной матери. Плюс еще практически такую же сумму получает клиника, которая помогает нам родить этого самого ребенка. Вот ты смотришь на таких женщин и ты понимаешь, это клиника, да? Вот когда у тебя вопреки нет никаких посылов к тому, что ты известный человек, что ты успешный человек, что твоя жизнь кому-то интересна. У людей одержимость собственной персоной. И вот эти самые люди занимаются подобной ерундой. Форсированно притягивая к себе внимание. Такой клоунады я не видел никогда в своей жизни. Нет, были, конечно, вот эти вот, я не знаю, люди, аферисты высокого полета, которые входили в светские круги того же Нью-Йорка, да, и проворачивали свои дела. Но с ростом соцсетей ты понимаешь, что есть люди, которые искренне верят в себя, не имея никакого основания для этого, и занимаются подобной вот ерундой. У Ани Калашниковой, и прости господи, мужа миллиардера, будет ребенок. Вау, ты смотришь, думаешь, проверьте, черт возьми, головы. Марина Хлебникова, сейчас у нее прямо серьезные проблемы. Сначала я подумал изначально, что у Марины Хлебниковой, ну, просто она надышалась. Ну, потом же сказали, что 50% поражения кожи. И вот сейчас какая-то совершенно ужасная ситуация. Сказали, отключили ее от ИВЛ. Она пришла в себя, у нее началась жуткая истерика. До такого состояния у нее в состоянии шока, что врачам пришлось ввести ее опять в медикаментозную кому. У нее началось заражение, температура постоянно 39-40. Опубликовали они вот этот вот скрин в ее официальном инстаграме. Дорогие друзья, мы видим все, кого предлагают помощь. Благодарим за это. Но все, что нужно, пожалуйста, сдайте кровь. Спасибо всем неравнодушным. Ой, боже мой. Не знаю, когда люди что-то выдумывают. Там, знаете, вот сейчас же, наверное, самое легкое. Это расположить к себе публику, вернуться на большую сцену. Это рассказать о проблемах здоровья. Но Марина Хлебникова, как бы чего серьезного, не приключилась. В любом случае, здоровье ей. Кто бы думал, да? Одна зажженная сигарета. И вот такие просто какие-то гигантские последствия. Будем внимательно наблюдать за ее состоянием, здоровье ей, силу ее родственникам. И дай бог, она вернется. Интересно послушать ваше мнение. Давайте пообщаемся в комментариях. Кевина Спейси обязали возместить создателям карточного домика 30 миллионов долларов. Такое решение вынесли по итогам арбитражного разбирательства. Компания, которая производила карточный домик, заявила, что вынуждена была уволить Спейси из этого проекта. И остановить съемки шестого сезона. Переписать его сценарий. И в итоге серия оказалась там не 13, как планировалось, а всего 8. И из-за этого они недополучили прибыль. Адвокаты Спейси наставили на том, что действия актера не были главным фактором, который принес студию убытки. Решение в любом случае вынес в пользу продакшн-компании. И арбитр Брюс Фридман заявил, что Спейси должен будет оплатить эту сумму. Спейси будет сейчас оспаривать это решение. Но в то же время это решение поддержала панель еще из трех арбитров. Теперь она направлена в Верховный суд Лос-Анджелес. Напомню, в 2017 году Спейси был уволен из-за того, что пошли слухи, что он домогался людей. Как на съемочной площадке, так и были исторические моменты, когда люди говорили, что он мне домогался, когда я был несовершеннолетний. Спейси пришлось сделать заявление, что он нетрадиционной ориентации. И после того, как актер Энтони Рэп обвинил Спейси в попытке домогательства, когда тому было всего 14 лет. И тогда еще 30 человек выдвинули обвинение против Кевина Спейси в домогательствах. Несколько гражданских исков было. И вот до суда дошло только одно уголовное дело о том, что он в 2016 году дотрагивался до интимных частей 18-летнего парня. Это единственное, что дошло. То есть человека полностью разрушили, разрушили карьеру. И сейчас его добивают. Ведь в конце концов его вырезали из тех проектов, уже которые были отсняты. Его абсолютно бойкотировали везде. Он извинялся, не перезвинялся. В итоге его карьера закончена. И вот сейчас его просто добивают. 31 миллион долларов. Он обязан будет выплатить неустойки студии за неполученную прибыль. Один из моих любимейших актеров. Красота по-американски. Это один из моих любимейших фильмов. Это Та Меланхолия. Это тот восхитительный фильм, который просто вводит меня в состояние дзена. Я обожаю этот фильм. Я обожаю Кевина Спейси. Его работа с Брэдом Питтом, чего стоит. Это просто восхитительно. И вот ты смотришь, как сейчас человека просто уничтожают. Опять же, когда мы говорим о том, что 30 человек выступили против него, обвинив его в домогательствах. Черт возьми. Известный голливудский актер. Вроде Оскар у него есть, да? И, конечно, к тебе будут приставать. Конечно, будут добиваться твоего внимания. А когда заводят уголовные дела из-за того, что ты дотронулся рукой до интимной части, когда человек был в штанах. Черт. Я слышу себя. Я не знаю, оскорбился ли я, если бы кто-то меня ударил по жопе. Ну, вот так вот, да? Я не знаю, почувствовал бы я себя угнетенным. Ну, без шуток, да? Я говорю сейчас только свою субъективную позицию. Почувствовал бы я себя угнетенным, если бы кто-то, я не знаю, положил бы руку мне на плечо. Попытался меня поцеловать. Если мне человек не нравится, я бы отстранился и сказал, нет, спасибо. Но почувствовал ли я, что меня домогают, то мне бы на самом деле было, возможно, это и приятно. По факту, да? Не знаю, может быть, это просто я, но человеку разрушили карьеру не потому, что он там кого-то просто истязал, да? А положил руку на задницу. Это было одно из обвинений. Вот в теории, да? Ммм, красавчики. Будем продолжать внимательно наблюдать за этой ситуацией. Но вот имеем то, что имеем. Лицемерная Америка. Давайте пообщаемся в комментариях. Очень интересно будет послушать ваше мнение. А вот, пожалуйста, вам обложка журнала Time. Making of Whistleblower. Whistleblower. Тот, кто свистит в свисток. То есть человек, который сливает информацию, скажем так. И вот, пожалуйста, вам Фрэнсис Хоган, которая, уйдя из компании в Facebook, рассказала о всем том беспределе, который творился в компании, где Марк Цукерберг, вот реально, в прямом понимании этого слова, король, царь, бог, и который делает все, что захочет. То есть там нет правил, там нет регуляции. Вот вам, пожалуйста, интересный феномен Америки, да? Это страна оплот демократии, где все равно, если ты создал что-то настолько глобальное, как компанию Facebook, ты, по идее, можешь возомнить себя богом и вести себя как бог, потому что ты настолько влиятельный человек. И вот восхитительно, на самом деле, то, что журнал Time выставил ее фотографию на обложку, потому что я считаю, вот искренне верю в это, что люди, которые, да, пускай заработали, но они получили огромное влияние, они получили огромные деньги. Они действительно весомые фигуры в глобальном понимании этого слова. Они должны, эти глобальные фигуры, все равно понимать, что вы живете в мире, где есть правила, где есть законы, и вы не должны пересекать. Над законом никто не ходит. В одном новостном паблике наткнулся на интересный материал. Сорос когда-то в свое время, он же заявлял, что нужно отжать Facebook у Марка Цукерберга, потому что, цитата, такая сила не может быть в руках одного человека. Потом была целая информационная кампания, нанял, значит, ссору Сашу Барона Коэна, который возглавил крестовый поход. Селебрити, которые стали отписываться массово. Марк Цукерберг начал покупать обратно этих селебрити, платя им, внося их в белые списки. Что такое белый список на Facebook? Ты можешь писать все, что хочешь, ты можешь творить все, что хочешь. Для тебя правила Facebook не работают. На все твои промашки на Facebook закрывают глаза компания. Начали, значит, все равно массово отписаться. Там целая система была. И вот теперь демократы опасаются реванша Трампа и усиливают травлю Цукерберга и Facebook. Они затаскали Цукерберга по публичным допросам против Трампа и совсем не хотят, чтобы с ним поступили так же. Поэтому решение уничтожить его репутацию пока республиканцы не вернулись. Сейчас, видимо, это самый реалистичный сценарий. Я считаю, вот моя четкая позиция, когда ты создаешь действительно уникальный продукт, то, что создал Цукерберг на тот момент, я говорю, на то время. Для кого-то это до сих пор актуальная социальная сеть, социальная страница. Для меня это никогда не было, наверное, были, знаете, когда? Когда я учился в Праге. Я заканчивал тогда свою киношколу, тогда только Facebook появился. Была единственная, первая для меня, по крайней мере, сеть. Это была Facebook. И я очень давно не пользуюсь, для меня Facebook давным-давно умер. И смотря на то, что сейчас варила за закрытыми дверями, это, конечно, кошмар. И я считаю, что в стране, как в Америке, нельзя заниматься тем, чем занимался Марк Цукерберг. Потому что репутация и система отмены, она очень даже работает великолепно. В Штатах и ты не можешь жить над законом. И вот сейчас, после слива на Марка Цукерберга, возможно, мужику. Ну, конец, не конец, это громко сказано, но потерять влияние над своей собственной компанией, над своим детищем, он вполне может. А потом, кто знает, и не такие мастодонты банкротились. Интересная тема для обсуждения. Внимательно будем наблюдать за всем за этим. Уже полгода идет массированная вот эта вот атака на Цукерберга, хотя, я считаю, полностью заслужена. Кто до сих пор пользуется Facebook? Я института редко пользуюсь. А вот Facebook такая вот тема. Внимательно будем наблюдать за всем за этим. Давайте пообщаемся в комментариях. Мне кажется, что это официантам, как жарить мясо. Знаете, вокруг такая была виспи, такая солдная, я не знаю, вот, с herbs, что-либо такое, там, и чикок-чикок. Я знаю, что он такой внутри. Но это не хорошо. Если мы видим праздник, мы будем готовы, а именно мы видим. Какой пинк. Пинк из выбережки. Такая криспи, солти, I don't know. Облетели вчера все паблики. Вот абсолютно все новостные паблики, как Боня заказывает стейк в московском ресторане. Я живущий в Европе всю свою жизнь. Я из Эстонии, да, я учился в русской школе, но тем не менее, я живу в Европе всю свою жизнь. По-русски я общаюсь только с камерой и с моей мамой, когда она мне звонит. Все, у меня нету опыта разговора ежедневного на русском языке. И как же нелепо, как же, черт возьми, отвратительно смотреть, когда кринжовая тетка, которая живет под Монако, пытается заказать стейк в Москве, включая иностранку. Вы знаете, я таких иностранцев слышал и видел. Где диссонанс? Вы можете сказать, да, конечно, она живет очень долгое время уже во Монако, во Франции, по крайней мере, и поэтому она стала, возможно, забывать русский язык. Да, я видел такие примеры, когда люди, совершенно не имея опыта общения с русскоязычными людьми, в конце концов, очень ломаные русские, постоянно вставляют какие-то иностранные слова. Но давайте застримся на двух вещах. Во-первых, Боня живет не в англоязычной стране, она живет во Франции, где все говорят по-французски. Поэтому, почему такое английский, я не понимаю, это одно. И второе, когда Бонне нужно, она врубает свой инстаграм и на великолепном русском пытается втереть вам ту дичь, которую она втирает, про вышки 5G, не вставляя ни одного английского слова. Про, я не знаю, массаж своего лица, про еще какую-нибудь чушь собачью, про вакцины, да. Вот этим она занимается, великолепные русские, без единой вставки, без единого акцента, да. Вот ты смотришь на это, черт возьми, староперящее российское село. Вот они, знаете, когда пытаемся от своих корней избавиться всеми силами. Ты выехала из своей дыры, она выехала из реально дыры. Все поняли, ты сейчас живешь во Франции, там около Монако, у тебя жизнь удалась. Девчонка, слушай, хватит, ты приехал в Москву, закажи ты нормально стейк. Ты знаешь, как сказать, стейк средней прожарки и не солти, а соленый, как ты хочешь, да. И не herbs, а травы, ты реально можешь сказать это элементарное по-русски, потому что ты говоришь свою чушь по-русски, на великолепном русском, у себя в инстаграме. Зачем врубать вот этих вот иностранок, когда вы приезжаете домой, чтобы показать, какая вы не русская. Бонь, вот ничего более смешного я не видел давно. Знаете, вот здесь не смешно, вот она делает заказ стейка в московском ресторане. А стыдно мне, хочется выключить посреди этого видео, потому что это неловко за нее. И знаете, вот этот, наверное, официант бедный, который махал гривы, слушай ее, бред. Как он может держать этот покер в фейс, когда сидит перед ним иностранка с российскими, такими, знаете, глубинными корнями, да. Это, конечно, отдельный вопрос. Смешно мне смотреть, я постоянно про это говорю, да. Приехал в какую-нибудь Швецию, в Германию, по визе жены, уже через три месяца. Вот у нас в Швеции, вот у нас в Джермании, у нас такие правила, я не знаю, как у вас. Девки, у вас Россию за километр видно, и в этом нет ничего плохого. Это ваши корни, хватит врубать. Моя Швеция, моя любимая Германия. Вы, блин, свою грин-карту получите сначала, а потом врубайте иностранок. Смешно? Может быть, конечно, это постсоветский комплекс. О чем я кому что говорю? Ну, твоя мать, все знают, что ты можешь говорить по-русски. Хватит, хватит вот это. Extra crispy, extra herbs and extremely salty. Оль, пожалуйста, выплывает. Посмотрите, какое дно. Нюша беременная сейчас ходит, да? И вот в скором времени она пополнит ряды инфо-цыган, потому что что-то сверхъестественное и полезное она, значит, сообразила. В эту беременность у меня создается особый проект для вас. Такого я еще не делала, но давно мечтала сделать. Что-то полезное, информативное. Как круто, что сейчас есть огромное количество способов воплощения разных идей. Муж ее, помните, этот самый муж, обделся груш, который переквалифицировался из чиновника в осознанного родителя. И пытался научить подписчиков за деньги, как правильно воспитывать детей. Я не знаю, насколько там был этот успешный курс, но впоследствии все равно завел он вот этот какой-то косметический эко-бизнес. Стыдно, Нюш, не в состоянии, да? Воспитать ребенка, поднять его без денег, ну, ты не рожай. А если ты собралась рожать, ну, рассчитывай ты на свои силы. Вот что такого, чего ты раньше никогда не видела? Чего ты раньше никогда не делала? И вот ты готовишь всем плевать. Все, что ты готовишь, всем откровенно плевать. Видите, Нюша у себя в Инстаграме, в вашей ленте, с очередным прозрением, чего она никогда раньше не делала. И сейчас она хочет очень сильно этим с вами поделиться. Три точки и жалуемся на мошенницу, потому что Нюша мошенница. К сожалению, да? Где тебе певица, где тебе актриса? Все поперли в Инстаграм. Черт возьми, в Инстаграм, да? Я ничего такого не делала, я такого первый раз в жизни отвратительно. Вы знаете, я горжусь, лично я, я говорю это громко во всеуслышание, что даже когда у меня проблемы с деньгами, я не прошу деньги. Я не создаю курсы и не говорю, а вот я вас чему-то научу, чего я никогда раньше не делал. Сжимаем зубки и работаем, потому что значит настоящий блогер. Я себя называю настоящим блогером. А все те, кто пытаются набить подписоту, подписота, одним словом это все суммируется, да? Чтобы потом начать продавать вот эту вот чушь. Это стыдно, это отвратительно, это феномен русскоязычного инфоциганства. Сколько в Украине этого отребия, вот лопаты не перелопать, сколько в Казахстане прозренных, ничего не делающих раньше, но вот теперь они рожают эти курсы. Тьфу, от робо. Тошнит меня таких людей, меня таких тошнит. Видите, мошенника, три точки, жалуемся. Только так, по-иному никак, ребят. Но если у вас ума нет, без шуток. Не оскорбляю, но это по факту. Желаете отдать Нюше за курс деньги? Что-то с вами не так. 26 числа начинается черная пятница, дорогие мои сплетники и сплетница. И сейчас, ну по крайней мере в Европе, это сразу после Дня Благодарения, первая пятница. На этой неделе будет 26-го. Задался я вопросом у себя в телеграм-канале. Обязательно подписывайтесь, ссылочка будет закреплена в комментариях. Что там по черной пятнице, у кого какие планы, кто что наметил, у кого что лежит в корзине, кто что купит по скидке. Мне начали писать. Черной пятницы нет в России. Эти пи***сы за пару дней поднимают цены, делают скидку до той, что была до поднятия. И так каждый год. И вы видите, что написано, но я читаю это не по фотографии автора, потому что у нас так проблемы с монетизацией. Все профанация. Это Россия. Хотел купить вещь в Сбербанк-маркете. Цена до этого 6 тысяч. Сейчас 7 и присылает мне этот Сбербанк скидку 1000 рублей. С ума сойти. Спасибо тебе, Сбербанк. Пойдут они в убыток. Не буду там ничего покупать. А вот, пожалуйста, прислать мне скрин. Информация от Sky News. 9 из 10 спецпредложений по той же цене идут или чуть дешевле, которое было в этом году. То есть такое не только в России. Такое не только в Украине. Пишут мне дальше, скидывают вот такие вот скрины. Пожалуйста, вам прихватка для кухни под горячее, варежка, прихватка салфетки. Раньше цена была 42 900 за прихватку для горячей посуды. Сейчас 429 рублей. Но это Black Friday на Wildberries. Без шуток. Это вот скрины мне присылают. И вот, пожалуйста, вам еще один скрин. Значит, новинка. Это у нас раньше, значит, тряпка для мытья пола доляна. Клетка 30 на 30 сантиметров. Раньше была 13 658 рублей. Сейчас 208 рублей. Пожалуйста, вам. И можно в рассрочку по 38 рублей на 6 месяцев. В России на черную пятницу все стоит еще дороже. Делается переоценка, завышается первоначальная стоимость товара и от нее скидка. Урвать хороший товар, увы, не получится. На переднем плане представлены вещи, где нет размеров, старые коллекции. А может быть и брак. За ночь до черной пятницы мерчи колдуют атмосферу в магазинах, а продавцы переклеивают цены. Ленивые, кстати, клеят прямо поверх старой стоимости. Интересно послушать ваше мнение про черную пятницу. Неужели настолько повальный развод населения в России, в Украине? Потому что то, что стали писать у меня в телеграм-канале, это, конечно, абсурд. Как в Америке с этим? Как часто вы встречаетесь за океаном с отъявленным машиной? Часто, когда люди переклеивают цены или завышают цены. Манипуляция с ценами. То есть нету стопроцентной легитимной ссылки. Интересно, как в Европе с этим дела? Давайте пообщаемся в комментариях. Ну, 26-го я пойду по магазинам. Интересно посмотреть, что есть, какие цены. Если что интересно, обязательно куплю. А может, чего? И онлайн. Но посмотрим, опять же, по ценам. Потому что черная пятница звучит, так знаете, заманчиво. А по факту, что оно будет, не знаю. Интересно послушать ваше мнение. Давайте пообщаемся в комментариях. Дорогие мои сплетники, все вы знаете, на этом канале мы всегда поддерживаем приюты для бездомных животных. Я знаю, в каждом городе, где вы живете, есть свой приют, который очень сильно нуждается. Пожалуйста, прогуглите, узнайте их информацию и переведите 30, 40, 50, 60 рублей, 100 рублей, если вас позволяет бюджет. Потому что кто, если не мы сплетники? Люди с огромным и любящим сердцем и обостренным чувством справедливости. Продолжайте помогать бездомным животным, дорогие мои сплетники. И продолжайте доказывать всему миру, что мы сплетники умеем не только сплетничать, но и любить. Вот и все сплетни, вот и все новости на сегодня. Спасибо огромное абсолютно всем за подписки, за пальцы. Поверьте, ребят, сейчас у нас сложный период на канале. Мы все равно будем и продолжаем выпускать видео, пускай с задержкой в контенте, но не с задержкой в количестве видео. Поэтому всегда поддерживайте, особенно в такой момент. Поддержите нас пальцем вверх, это вам ничего не стоит. А подписка, это будет вообще замечательно. И пожалуйста, комментируйте, это очень помогает при продвижении видео, особенно когда видео не монетизируется. Спасибо всем за понимание, спасибо всем за поддержку. Всех очень сильно люблю, увидимся обязательно завтра. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok